Что собой представляет наша игра? Думаю, что большинство из присутствующих известна игра под названием шахматы. Игра эта имитировала боевые действия, самые ранние из известных игр, которые были построены на каких-то военных реалиях. В дальнейшем появились игры, где шахматные фигуры, их авторы начали заменять на солдатиковых. Появилась большая конкретность и, конечно, серьезно усложнялись правила. В эти игры играли не только дети. Как раз детские игры появились значительно в корже взрослых. В эти игры играл Фридрик Великий. В эти игры играл Суворов. И, как известно, оба полководца добились очень-очень значительных результатов в своей карьере. Для Николая I, русского императора, была создана игра по заказу. Создана она была в Германии. Она насчитывала более 200 страниц. Она была безумно подробна. В ней предусматривались детали, такие даже, как количество подков в обозе. Наша игра в этом смысле, конечно, несколько проще. Мы в такие дебри не влезаем. Но, вот по аналогии с шахматами, в нашей игре также существуют определенные достоинства фигур. Конечно, их у нас существенно больше, чем в шахматах. И их, так сказать, функции в игре значительно более детальны. Вот, например, ну, вы прекрасно видите разницу, да, между пехотой и кавалерией. Вот, кавалерия, в которой солдаты сидят на высадях, да, пехота, те, кто у нас действует пешком. Ну, помимо этого, в это время, в наполеоновскую эпоху, существовали еще два вида, два рода войск. Вот, существовала артиллерия, которая, к сожалению, тут по объективным причинам я сегодня вам представить не могу. Вот, и существовали инженерные войска, то есть саперы. Саперы, минеры и пантанеры. Так, ребята, без этого давайте отходиться. Вот. Вот саперов вы сегодня на поле можете увидеть, в количестве двух человек. Вот. Во французской армии саперы состояли в каждом батальоне. В их задачу входила расчистка путей, если нужно было, допустим, взломать ворота или снести забор. Вот. Починка или постройка мостов, если на то была необходимость. Закладка мин и так далее. То есть все, что связано с строительными и подрывными работами. Пехота и кавалерия, между тем, также внутри себя имеют разные виды. Вот, например, здесь вот мы можем видеть роту австрийских гренадер. Кто такие гренадеры? Гренадеры – войска, которые появились еще в конце 17 века. И в их задачу было метание гранат. То есть гранат, которые в европейских языках называли гренадами с различными вариациями. Вот эти самые гренады они бросали, поджигая фитиль, бросали противника. Именно отсюда появилось их название гренадеры. Вот. Но оружие это было очень несовершенным. И иногда взрывалось в руках у солдата. Вот. При неудачном броске могло поразить своих, а не чужих. Поэтому от оружия достаточно быстро отказались. То есть вот после Петровской эпохи в 18 веке их уже не применяли. Вот. Но название за солдатами сохранилось. Почему? Потому что в эти части отбирали наиболее рослых, наиболее физически крепких солдат. Таковыми они и оставались. То есть это были самые сильные части, которые, как правило, восславляли атаки. То есть они шли впереди. И, естественно, пользовались определенным, так сказать, статусом. То есть обладали определенным статусом. И были, так сказать, на определенной ступени военной иерархии. Вот. Естественно, здесь играет существенную роль подготовка солдат. То есть, как я уже говорил, вольтежоры. Это стрелки более меткие, чем, скажем, пушкетеры или гренадеры. Поэтому эффект их стрельбы будет выше. Что сразу нужно понимать уже. Вот. Гренадеры, как я уже говорил, а также гвардейцы, обладают большей силой в окопашном бою. С учетом вот этих вот факторов, мы с вами сейчас попробуем разыграть что-то вроде столкновения. Так, и сейчас предварительный этап игры. Перед тем, как мы ее начнем, вам, господа командующие, втайне друг от друга, чтобы никто из вас не видел, что делает его противник. Нужно на этом листе нарисовать расположение ваших войск. Так, как вы их расставите перед началом боя. А их переставлять? Брошу. А? А их переставлять? Переставлять можно будет после того, как будут нарисованы диспозиции. Вот сейчас задача их нарисовать. То есть, вот как вы собираетесь действовать, вот так вы и должны нарисовать свои расположения. После чего мы переставим фигурки согласно вашим диспозициям и начнем игру. Через пять минут мы начинаем игру. А как правило, рисовать-то они же не знают, как это рисовать. Вы им объяснили? Продолжение следует... Ну, это все только после записи ходов. Все измерения только после записи ходов. Конечно, да. Сначала писали. Не могу. Пехоты стреляют. Не стреляют. Я по-своему. Я не могу. Я не могу. Можно я? Шаг в нашем масштабе 4 сантиметра. Я хочу. Для меня-то это известно. Кто сказал, что надо сообщать, я, извините, упустил. 4 сантиметра шаг. 9, 10, 11, 12, 12, 14, 15. Все, запись закончена. Прошу, планшет. Так. Ручки оставляйте у себя, они вам еще понадобятся не раз. А что у нас за записи на второй ход, друзья мои? У нас только первый пока. Вот это первый. Так, остальные все должны идти. Две шерепки, так. Раз, товарищ Марш. Две шерепки, так. Есть уже расстояние бойца, поэтому один-двум за счет. Соответственно. Так. Так. Вот у нас получается тут одна интересная такая вещь, которая, конечно, в данном бою у нас не очень имеет какое-то такое серьезное значение. Но дело в том, что значит, вот у нас один будет убит, гусар, да, и один у нас будет ранен и пойдет в тыл. Вот. Если бы у нас была игра следующая, да, вот этот на следующий бой вернулся бы в строй. Вот. Но в данном случае это, я говорю, что у нас игра разовая, поэтому так, господа, пишем следующий ход. А вот бомбить-то нам надо конницу тогда ссаживать вблизи в противника. Мы лучше пойдем в окаку ее, что-то делаем. Следующий ход, если понесем большие петли, вступят в роднице, оставшиеся. И уйдем в пюре, за лице, и он там уже не смогут сзади себя стрелять. А мы эти минусы обретим. А мы тоже поковаряем. Лучше мы подотвинем сюда. Тогда, если они не вырвали, если не вырвали. Причем это еще не подпрояние пехоты. Пехота... Да, значит, вот эти два у нас не засчитываются. Так, и... Что нам еще? Еще пять. Еще пять. Что-то там был. Бросаем. Так, раз, два, три. Четыре, пять. Пять. Один в трем. Один в трем. Чего они там что-то перебрасывают? Мы не перебрасываем. Нет, они перебрасывают потому, что у них пятнадцать фигур стреляющих. А костей десять только. Поэтому они кидают десять и пять. То есть... Так, дальше. Что у нас? Значит, здесь у нас выстрел второй половиной, да? Второй половиной. Вот это теперь русская история уже в другом направлении. Пошли. Наступление. Пошли. Папа! Папа! Разошлись. Папа! Друзья мои. Да, в общем, знаете, их даже незачем расставлять. Надо в том же месте стоять. Мы будем двигаться. Нет, они такие останутся. Папа! Давайте уже вставляйте его на дыр. Ну ничего! Ну ничего! Ну привет! Сколько ты хотели? Папа! 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 Так, всё, ребятка. Валерий, туда идёт бой. Значит, у нас... Переставляем или что? Да-да-да-да, переставляем. У нас начинается рукопашный бой. Значит, для того, чтобы... Вычислить результат рукопашного боя, у нас существуют таблицы, Которых, к сожалению, я вам сейчас представить не могу. Вот. Но! Значит, близко мы... Не-не-не-не, это вы далеко пошли. Вот давайте, ребят, у нас атака здесь вот, да. У нас атака здесь, да. Атака на вальтежёров. Тут до... До гвардейцев мы пока не дотягиваемся, определённо. Да. Уже... Существуют коэффициенты в бою. Так, тихо! Один, да, некоторый там... Коэффициенты в бою. Коэффициент лёгкого кавалериста против лёгкого пехотинца будет 0,6. А что значит? Сейчас объясню. Значит, это базовый коэффициент. Но у нас же не лёгкий пехотинца. Значит, у лёгкого пехотинца коэффициент, соответственно, 0,4. Значит, это базовые коэффициенты. Теперь к ним добавляются и вычитаются. Значит, в кавалерии добавляется плюс 0,3 за атаку. Это 0,9, да? И плюс 0,2 они атакуют пехоту в расцепном строю. Соответственно, 1,1. Что происходит с протяжёрами? Значит, у них коэффициент 0,4, минус 0,2, поскольку они в расцепном строю под атакой кавалерии. Вот. Но это у нас элитная часть. Так, то, что они в обороне находятся, атака против элитной части даёт кавалеристам минус 0,1. Значит, у них 10. Коэффициент у вольтежёров 2. Что мы делаем с этими коэффициентами? Мы умножаем их на количество участвующих в бою. На количество комбатантов. 12. 12 мы умножаем на 1, да? Получаем 12 убитых. Значит... Значит... Тут не просто все, да. Они имеют возможность взять пленных. Вот. Ну, это как бы, да, тоже отдельная история. Значит, что у нас с вольтежёрами? Вольтежёров у нас 2 числи, 6. 6 комбатантов. При коэффициенте 0,2. 1,2. 1. Мусар убит. Мальчижёры убиты все. Ну, не будем считать. А мы будем в пленных? В пленных? Нет, зачем мы не... В данном случае, в народу, это не зачем. В большом... В большой игре мы бы, конечно, взяли пленных. Так. Воспался. Утром всех в пленных. Ваши. Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. 1, 5. Так, при стрельбе по кавалерии есть правило, что каждый третий выстрел приходится на лошадь. Поэтому, значит, у нас будет убита одна лошадь и 4 кавалериста. Йес! Снимаются ближайшие. Так, ну здесь у нас опять же конфигурация. А, ну да. Собственно, у нас кавалерия сейчас стоит на том месте, где стояли мы тяжелые. Да. Всё, то есть... Всё. Вот закончен, господа. Всё. 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 Продолжение следует...